Как говорил Бенджамин Франклин, остерегайтесь мелких и напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль. Здравствуйте, вы смотрите Эконом-класс. Давайте вместе постигать секреты экономии, чтобы всегда оставаться на плаву. Открыть собственное дело сегодня мечтают многие, но принять такое решение достаточно сложно. Одни боятся потерять то, что имеют, других тревожат сомнения, а вдруг не получится. Но если вы все еще живете надеждой изменить свою жизнь, обязательно загляните в Центр обслуживания предпринимателей. Возможно, это поможет развеять ваши сомнения. Моя коллега Татьяна Напольская уже побывала в этом центре и готова поделиться своими впечатлениями. Центр обслуживания открыла Национальная палата предпринимателей в Алматы для всех, кто занимается бизнесом. И неважно, впервые вы начинаете собственное дело или уже имеете опыт, 8 видов услуг здесь оказываются совершенно бесплатно. И для многих центр стал если не вторым домом, то вторым офисом точно. У нас появились некоторые проблемы, связанные с бухгалтерией, связанные с маркетингом. И мы вмигом же обратились сюда для того, чтобы проводить наши бухгалтерские учеты, маркетинговые исследования. Нам специалисты ЦОПа помогли. В начале года Мохамбет Асабаев открыл первое в Казахстане производство трикотажных перчаток для нужд строителей и ремонтников всех мастей. Говорит, что есть еще один важный момент для успеха, которому можно научиться только на собственном опыте. Но или здесь, в центре. Это психология предпринимательства, секреты управления коллективом, уверенность в себе и в своей продукции. Всему этому Мохамбет научился в центре и сделал шаг за границу. В буквальном смысле этого слова. Начал продавать свою продукцию на экспорт и не боится конкуренции. Я уверен, что необходимо новое мышление, мышление более глобального масштаба. То есть мирового масштаба. Так как предприниматели, которые были организованы в рамках Казахстана, скажем так, в рамках Томовского союза, оно все-таки не глобальное. ВТО является уже более глобальное мышление. Там уже для того, чтобы выходить на экспорт, я говорю, как производитель, который производит некую продукцию, для того, чтобы выходить на экспорт, необходимо понятие именно глобальной экономики, глобального маркетинга. СОП работает по принципу одного окна. Предпринимателям оказываются бесплатные сервисные услуги по государственным закупкам, юридическим услугам, бухгалтерскому, налоговому, статистическому учетам, таможенным процедурам, а также маркетингу, менеджменту и информационным технологиям. В частности, здесь можно бесплатно получить программу «Один из бухгалтерии» вместе с руководством для обучения. Уверен, после этого сюжета у многих возникли вопросы, особенно у тех, кто только собирается открывать свое дело. Поэтому мы пригласили к нам в студию управляющего директора Фонда поддержки предпринимательства ДОМУ Габита Лесбекова, который расскажет, на что могут рассчитывать новоиспеченные и не только бизнесмены, обратившиеся в Центры поддержки предпринимательства. Уже более двух лет в Казахстане полноценно работают Центры обслуживания предпринимателей. За это время какие вопросы чаще всего поднимались, какие проблемы удалось решить, ведется ли какая-то статистика? На сегодняшний день уже можем сказать, что наиболее востребованными видами услуг, которыми воспользовались предприниматели, это такие виды услуг, как в первую очередь, как я сказал, получение государственно-финансовых услуг, то есть каким образом можно получить, в какие банки можно обратиться, какой перечень документов надо оформлять. Это вот субсидии самые востребованные, гарантирование, которое предоставляет государство в лице Фонда ДОМУ, а также перечень услуг, которые имеют более оперативного характера. Это характеры, это услуги бухгалтерского учета и отчетности, первичные консультации, составление отчетности, восстановление документации для предпринимателей. Это очень важно, потому что многие предприниматели, у нас большинство предпринимателей Казахстана, это где-то порядка 60-70% это индивидуальные предприниматели, в которых работает 3-4 человека, возможно. И естественно, они не могут себе позволить содержать целого бухгалтера, штатного бухгалтера. А вот такие центры, они помогают им решать эту проблему посредством получения этих услуг бесплатно. А обратиться в центр поддержки я, допустим, как предприниматель могу один раз, или я могу по мере накопления вопросов или каких-то проблем приходить и получать консультации? Можно получать и в электронном виде. В принципе, можно с нуля, вот даже физическое лицо, которое не является предпринимателем, сегодня может прийти в наш ЦОП и стать там предпринимателем в течение 15 минут. Почему? Потому что мы сейчас проработали вопросы в своемодействии с ЦОНами, и там и сотрудники ЦОН, и оборудование, соответственно, установленное, которое позволяет именно предпринимателям зарегистрировать индивидуальные предприниматели, или ТОО открыть, в соответствии с гражданским кодексом. И, соответственно, он может в течение 15 минут стать предпринимателем, уже получить перечень документов, которые нужно для того, чтобы получить кредит или еще что-то. бизнес-план, подать заявку сразу на составление бизнес-плана, если у него идея давно назрела, у него уже какие-то базовые данные есть, он может сразу же подать эти данные, соответственно, ему разработают бизнес-план, который будет соответствовать требованиям тех или иных банков второго уровня. Также могут для него предоставить различные перечень маркетинговых услуг, то есть в каких отраслях можно начать тот или иной бизнес. Если открываешь парикмахерскую, вот тебе бизнес-план парикмахерский типовой, скажем, вот тебе по СТО тоже. То есть по тем услугам или товарам, которые в Казахстане уже есть, типовые бизнес-планы практически по 150 видов бизнес-идей мы уже разработали. При этом сколько человек экономит времени и денег? У нас есть большой перечень дистанционных услуг. У нас полноценно работает колл-центр по короткому номеру 1408. Любой предприниматель с любой точки региона Казахстана, даже вплоть из села, может позвонить по этому номеру и бесплатно, то есть за телефонный разговор не взимается, то есть все это оплачивается нами, государством. И он может тот же перечень видов консультации, естественно, это получается первичная консультация, потому что он же не имеет возможности показать свои документы. Но устные консультации по телефону он может получать бесплатно. Ну а теперь самое время на конкретном примере показать, чего можно добиться благодаря упорству и трудолюбию. Нашей героине Ольге Суздалевой, как и многим другим в начале 90-х, пришлось начать жизнь с белого листа. Когда наука перестала кормить, Ольга оставила суетливый город и решила попытать счастье в сельской местности. Что из этого вышло, знает Галина Муленкова. Опыт показывает, что жизнь – это волна. То буря, то затишье. То ты на гребне и дела идут в гору, то могучая сила выбрасывает на берег, и ты снова вынужден грести во все лопатки. Ольга Суздалева – физик, занималась научной деятельностью на кафедре в университете. Работала там до суровых 90-х годов. Потом как-то все, как и у всех, земля из-под ног уходила. Диссертацию не успела защитить. Думали, что же нам делать, чем нам заняться, или пирожки печь. А рядом в Гендрарии уезжали немцы. Я подсмотрела. Они жили неплохо. У них 6-8 соток. А так хорошо и машина во дворе, и все. Сменив однажды по воле судьбы профессию, Ольга Суздалева ни разу об этом не пожалела. А мы с вами сегодня можем любоваться ее розами на клумбах нашего города. Мать Суздалевой живет в деревне. На 25 сотках Ольга решила выращивать розы и обратилась к соседям, специалистам по выращиванию роз из Дендрария. Одна из таких соседок меня научила окулировать розы и подарила мне еще окулировочный нож. Начинала я со 147 штук, как сейчас помню. Ну а позапрошлом году у нас было уже 150 тысяч. Жизнь так распорядилась, и я нашла свое место. Я себе сейчас не мыслю, чтобы я была без земли. Я люблю ее. А земля, если к ней есть любовь, и она обязательно-обязательно тебе все вернется, все, что ты в нее вложил. В розовом питомнике посадили плодовые деревья и сегодня собирают щедро урожай. Удобряют отваром полыни с луковой шелухой. Колорадского жука с картофельных грядок собирают руками, чтобы не опылять химией. Поэтому один килограмм отборного картофеля у них стоит дороже, чем в магазине. 200 тенге. Ну а за экологически чистый продукт люди готовы платить эти деньги. Мы уже начали на рынок и землянику поставлять, и овощи. А цветы – это не товар первой необходимости. Народ поджался. И поэтому мы как раз тут вот вышли на рынок и с овощами, и с фруктами. Одно потянуло, другое. Мы здесь, у нас трава, вот она, пожалуйста, коси в саду, она без химии. Вот. Бычков поставили. И все потихонечку, круг замкнулся. Оттуда пойдет у нас покормление органикой. Из-под бычков мы привозить будем сюда, потому что до этого собирали по всей деревне органику. Ольга безвозмездно снабжает фруктами детские дома, помогает ветеранам. Народ в наши дни покупает не только цветы на клумбы, но берет и саженцы плодовых деревьев. Ну а эстетам Ольга советует сажать многолетние розы, а не однолетние петуньи. Так на один квадратный метр вы потратите около полутора тысяч тенге, а не четыре тысячи. Любит она свои розы. Я не думаю, что физика потеряла, что я не защитила диссертацию. Всю неделю сорок. Ну а мы так, с солнышком поздоровался, солнышко никогда тебя не обожжет и не обидит. Совершенно чувствую себя комфортно. Я этим живу, это моя жизнь. Ну что ж, огромных капиталов у нашей героини, может быть, и нет, зато предпринимательство помогло стать весьма успешным человеком. Так что советуем обязательно заглянуть в центр поддержки предпринимательства и строить смелые планы на будущее. Всего доброго и до встречи на телеканале Хабар. Субтитры создавал DimaTorzok